Я уже вам говорил, что сейчас колоссальная сила движется на нас, и суть этой силы заключается в том, чтобы, наконец-то, создать одну религию в мире! Единую и одну! Все вероучительные там различия, которые существуют в других религиях и между собой, и их сделать вторичными, третичными и, в конце концов, вообще ничего не значащими! Одна религия! Представляете, какая красота! Ермонах Серафим Роуз даже написал книжку «Православие. Единая религия будущего». Какой молодец! Ведь он скончался в 70-х где-то или 80-х, не помню, годах прошлого столетия, но он же до этого написал, уже увидел эту тенденцию. Сейчас она осуществляется с колоссальным давлением и с использованием таких авторитетов, перед которыми, если хотите, благовеет весь Запад. Угадайте, кто такой авторитет? Все западные средства массовой информации единогласно говорят «Папа Римский – политик номер один на Западе!» И вот сейчас Папа Иоанн Павел II уже организовал всемирную встречу представителей разных религий, на которых они все вместе собирались и что обсуждали? Ну, поставили такую проблему, которой никто не придётся, о мире. Эта конференция с 1986 года осуществляется ежегодно в 2011 году, в 2011 году, а может, в 2003-м даже, неважно, уже в нашем тысячелетии. Уже на неё приглашаются атеисты, уже вместе с ними создаётся итоговый документ, и, что самое, конечно, замечательное, я думаю, все придёте в восторг, уже все вместе совершили молитву. Так и хочется подумать, да чего же был непонятлив и невежественен апостол Павел, когда писал, что я не хочу, чтобы вы молились бесам? Или, когда пишут, какое общение Христа с Велиаром? Ничего не понимал! Зато теперь-то все понимают, что, оказывается, можно вместе молиться и Богу, и дьяволу, и святым, и бесам все вместе молимся! Теперь вы поняли, перед чем стоит современный религиозный мир и, прежде всего, христианство, и совсем уж прежде всего, православие. Ибо в единой религии будущего не останется места для таких истин, за которые там православие держится. Бог – это любовь, Бог – это святая Троица, Христос – это спаситель всех человеков, Крест – это знамение победы над адом и над злом. Что вы? Фу! Фу! Мелочи! Главное – экстаз! А как он достигается? Абсолютно неважно! Все религии, оказывается, стремятся к одному – к достижению экстатического состояния, переживания внутри себя. Чего? Ну, всяких мистических явлений. И всё! А это можно достичь, где хотите? В христианстве? Ну да, святые, смотри, что достигали! В индуизме? Ещё бы! Йоги, смотрите! В буддизме нирвана, в йогах самадхи, в индуизме – одно и то же! Слышите? Поняли теперь, наконец? Вот, поняли? Поняли! Ну, хорошо! Тогда можем продолжать начинать уже говорить о других вещах. Итак, я хочу начать с чего? С такой попытки, которую, если бы сейчас сидели передо мной философы, слышите? Философы! Они бы тут же меня смеяли всеми смехами мира, забросали бы тухлыми яйцами и гнилыми помидорами. И благо, если бы я нашёл убежище вот под этим столом и там с защитной доской! Я хочу говорить, знаете, о чём? Хочу вам показать, показать, что христианство – это религия, которая создана не человеческим воображением и не вспотением человеческого ума, и не какими-то философическими напряжениями, а хочу показать, если хотите, доказать, насколько это возможно в рамках гуманитарной науки, хочу показать, что действительно происхождение христианства и, следовательно, всё её вероучение и все основы духовной жизни – это есть не изобретение человека, а является откровением самого Бога. И если это так, следовательно, христианство – есть истинная религия, ибо эталоном истины является Бог. И если это Он создал, следовательно, христианство является истинной религией. И вот, начиная с сегодняшнего дня, с сегодняшней нашей встречи, конечно, хорошо бы сейчас прямо до вечера бы нам посидеть, я бы одним махом просто семерых повивахом бы, но вот не удаётся, пройдётся с интервалами. Хочу вам показать на целом ряде вероучительных и аскетических истин христианства хочу показать одну и ту же мысль, если хотите, доказать одно и то же, что эти истины впервые прозвучали в истории человечества. Это первое. Второе. Исходя из того, чем жило религиозное сознание до христианства, показать, что те истины, которые возвестило христианство, и не могли быть созданы даже в рамках тех религиозных представлений и учений, которые были до Христа. Не могли быть! Ну, насколько это удастся, мы будем следить все вместе. Да, как и всегда, поскольку мы начинаем этот семестр, только начинаем, я опять повторяю вам ту просьбу или то пожелание, нарушитель, которого я первый, как мне кажется, но, тем не менее, будем каяться и исправляться. Именно. Ваши вопросы составляют часть нашей программы. Вопросы, которые не обязательно думайте, что обязательно, что это вы так подумали. Да не в этом дело. Вас спрашивают, вас берут за горло. Ответьте! И вам надо успеть, пока вы ещё не покинули эти стены, найти эти ответы, чтобы вы не выглядели, знаете, кем, когда вас спросят, а вы начнёте заниматься болтологией. Вы должны дать ответ. И поэтому надо попытаться на все эти вопросы, которые возникают по теме, в которой мы с вами проходим, без темы, не имеет никакого значения. Наш курс – апологитика. И так, как заповедовал апостол Пётр, мы каждому вопрошающему должны дать ответ. Вот так. Поэтому я вам напоминаю это. Я уже вам говорил об этом и напоминаю. Лучше всего, чтобы вы всё-таки подавали мне эти вопросы не в мысленном виде, потому что, когда я отвечу мысленно, вдруг другие ничего не поймут. А лучше или устно, или письменно. И с тем, чтобы мы с вами могли хоть как-то готовиться к выходу. Слышите? К выходу. Куда? На арену. Какую? Борьбы и защиты. Апология – это защита. Ну, хорошо. Итак, после этого пространного вступления, которое, наконец, обнаружило мои намерения, я приступаю к одному из пунктов вот этой вот идеи обоснования христианства как религии истины. Итак, первая идея, которая, возможно, вам на первый взгляд при первых словах покажется чего-то особенного, на самом деле, сейчас постараюсь показать, что это очень особенное. Какое представление о Боге имело место в дохристианскую эпоху? Если вы откроете, а вы, наверное, открывали, уже сколько раз открывали Библию, Ветхий Завет, то увидели там замечательные вещи, кто такой Бог. Я уже не говорю о том, что Он творец, что Он содержитель. Нет-нет, я хочу сказать о другой стороне совсем. Кто такой Бог? Бог – это высочайшая правда, высочайшая справедливость, которая награждает праведных и которая попаляет огнём грешников, топит водой в океанских глубинах грешников. Бог – мститель, справедливый мститель, справедливый мститель, справедливый судья. И потому праведно. Одних Он губит, наказывает жестокими карами, других награждает. Вот это принципиальное положение, которое, надеюсь, вы смогли усвоить, когда изучали Ветхий Завет. О языческих религиях, которые окружали еврейский народ, можно сказать, абсолютно то же самое. Там эта идея преподносилась в ещё более жёсткой и даже, я бы сказал, жестокой подчас форме. Что только не делали боги! Основное представление о них какое? Антропоморфическое, то есть человекоподобное, человекообразное, по подобию человеческому Бог мыслился. Только какого человека? Всемогущего, всесильного, всезнающего, а если взять Ветхий Завет, то самого справедливого. Вот справедливость была высшей планкой понимания Бога. И если сейчас вы начнёте говорить об этом, то вам 99% христиан скажут, да, так оно и есть, совершенно верно. И вот тут я и хочу сказать, что христианство сделало открытие неведомое, неслыханное, невероятное и, самое печальное, неприемлемое для нашего человеческого сознания. Оно заявило, что Бог – это любовь. Ещё с какой силой заявило, так возлюбил Бог, что отдал Сына Своего Единородного, так возлюбил Бог мир, что на крест зашёл на страшные страдания. За кого? За праведника? Так они не нуждались. Нет, за неправедных. Отче, прости им, не ведают бы, что творят. Такие слова прозвучали с креста. Христу рассказывают, башня селаамская упала и раздавила восемнадцать человек. Ответ какой должен быть? Да, достойные получили по делам своим. Не так ли? И вдруг Христос вместо этого говорит, вы что думаете, они были грешнее всех людей? Ошибаетесь! Все так же погибнете, если не покаетесь. Вы, напоминаю вам, вы помните, я довольно часто вам говорил о том, что является исключительностью, уже в наше время это так, исключительностью православного, православия как такового, в отличие от католицизма, протестантизма, не говорю прочих религий, исключительностью, что же является его? Оно утверждает, что учением истинным и учением церкви, значит, учением истинным, то есть истинным пониманием самого священного писания, Ветхого и Нового Завета, является только-только совокупный, единый голос святых отцов. Если многие святые отцы это вот утверждают, мы говорим, да, это уже не мнение, допустим, Иоанна Затауста, или Василия Великого, или Григорий Богослов, не мнение, потому что мнение человеческое может быть. И когда один-два, мы можем сказать, ну да, возможно, и так, может быть, думали, когда мы видим, это многие святые отцы говорят одно и то же, то мы говорим, нет, это не многие, а это тот Дух Божий, который они стяжали своей святой жизнью, Он открыл им такое понимание Писания. Обращаю ваше внимание. Это якорь спасения. Если мы только отступим от этого принципа, мы превратимся в протестантов или в католиков, как хотите. У католиков, помните, папа сказал – всё, последняя инстанция. Папа сказал – человек и последняя инстанция. Какой святой, прославлен? Нет, его просто избрали, вот сейчас кардиналы, на конклаве. Избрали – всё! И он непогрешим, как верховный пастырь и учитель. Протестанты, кто во что гораст, кому как понимается, так учит, где же критерий истины? Где он? Ещё раз вам повторяю, я уже говорил вам, друзья мои, и я это повторяю, и напоминаю, это должно знать, для нас критерием истины является совокупное учение святых отцов, то есть соборное учение. То есть, есть такой термин «консенсус патрум» – согласие отцов. И вот здесь, что мы видим в отношении к нашей теме? Оказывается, вот это учение о том, что Бог есть любовь, когда апостол «Помните, Иоанн Богослов» прямо пишет, Бог есть любовь, причём повторяю это много раз и указывает на крест, если хотите, Христов, что Бог и на любовь, а не справедливость. Когда сам Христос говорит, сам говорит, я пришёл не судить мир, а спасти мир и так далее. Так, как же, как святые отцы пишут об этом? Потому что в Евангелии мы находим подчас и другие выражения и высказывания в Библии сколько угодно. Посмотрите, например, «И раскаялся Господь, что создал человека из земли». Представляете, Бог раскаялся. Вот он же не знал, что будет, правда же? Где же Бог узнать? И раскаялся Бог. «И воскорбел в сердце своём». Вот когда же Бог! Представляете, какие ветхозаветные высказывания! Но это полный антропоморфизм. Так. Да. Так вот, что же говорит не только Новый Совет, но и святые отцы? Ну, вот не могу не сказать, как в Евангелии сказано. Он повелевает Солнцу своему восходить над кем? Над праведными и неправедными, над злыми и добрыми. И посылает дождь на праведных и неправедных. Слышите? Это справедливость? А что пишут святые отцы? Сочитаю вам хотя бы. Святого Исаака Сирина – это одного из глубочайших, я бы сказал, мыслителей шестого столетия святой. – Слышите, я говорю, учтите, вот, ну, не могу, да, времени нет и не могу, чтобы не отвлечься. Может быть, человек свят, как говорил Макарий, великий, и неискусен, избегайте и не вздумайте обращаться. Руководитель может быть только человек мудрый, а не просто святой. Святой – что такое? Чистый, от злых помыслов, от злых дел совсем ещё не значит. Как он предупреждает Макарий Великий? Есть, говорит, такие, которые не только святы, творят чудеса, отличаются прозорливостью, но они, как он говорит, как он говорит, да, они не могут быть даже названы святыми, Исаак Сирин уже говорит. Такового и святого нельзя. Почему? Он не имеет дара рассуждения. А, кстати, духовник – первое качество, дар рассуждения, а вовсе не все прочие качества. Так вот, этот Исаак Сирин, это один из мудрейших руководителей в духовной жизни, писал, зачитаю вам, милосердие и правосудие, ну, в данном случае он пишет о любви и называет это милосердием. В данном случае это как синонимы, поэтому имейте в виду. Милосердие и правосудие в одной душе. Вот дальше, что он говорит, вы никогда даже представить себя не могли. Послушайте, это удивительно. милосердие и правосудие в одной душе – то же, что человек, который в одном доме поклоняется Богу и идолам. Милосердие противоположно правосудию. Правосудие есть уравнивание точной меры, потому что каждому даётся то, чего он достоин. А милосердие есть печаль, возбуждаемая благодатью, и ко всем сострадательно преклоняется. Кто достоин зла, тому не воздаёт злом. И кто достоин добра, того преисполняет с избытком. И дальше ещё более сильные сравнения даёт Исаак Силин. Как сено и огонь не терпят быть в одном доме, так правосудие и милосердие в одной душе. Я, когда прочитал, запросил о верьянке. Я всегда считал, что правосудие – это высшее. Что же ещё? Справедливость! Куда же ещё выше? И вдруг в одной душе всё равно, что поклоняться Богу и идолам, всё равно, что вместе сено и огонь. А вот другой. Зачитаю вам. Отец. Он же. Сначала Исаака Силин. Не называй Бога правосудным, ибо правосудие Его не познаётся на твоих делах. Сын Его открыл нам, что паче Он благ и благостен. Святые отцы с поразительной настойчивостью всегда подчёркивают вот это откровение Божие о том, что Бог есть любовь. Высочайший авторитет древности Антони Великий – это в первом томе «Добротолюбие». Я думаю, вы уже наизусть его знаете. Вы же о чем ещё заниматься в семинарии, правда же? Я сожжу изучению святых отцов. Так, преподобие Антони Великий начинает вот тут длинное, если бы только вот эта тема была, ах, 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 начинает свои рассуждения. Бог благ и бесстрастен, и неизменен. И если кто признаёт, признавая благостным и истинным то, что Бог не изменяется и дальше недоумевает, однако же, как он, будучи добр к ним, и радуется о них, злых отвращается, на грешников гневается, то дальше он пишет «Нелепо думать, что в божеству было хорошо или худо из-за дел человеческих». И действительно, представьте себе, если Богу плохо из-за наших грехов. Посмотрите, как мы страдаем иногда, когда видим несправедливость, правда? А Бог видит всю несправедливость человечества. Это было бы самое страдающее существо! Какой там благ! Какой там радуется! И он хорошо... Не думайте, что божеству хорошо или худо из-за дел человеческих. Бог благ и только благое творит! Слышите? Вредит же никому не вредит! Пребывает всегда одинаково! А вот мы... И он дальше перечисляет. И заканчивает это замечательные эти строки, это слово 90-е его заканчивает такой замечательной фразой. Так что сказать Бог отвращается от злых, и благое творит от лишённых зрения. Слепой только так может сказать, что Бог отвращается от злых и благое творит только праведным. Святой Григорий Ницкий что пишет? Я вот не могу вам, друзья мои, перечислять, что он пишет... Он даже так начинает, Григорий Ницкий, ибо что неблагочестиво почитать естество Божие подверженным какой-либо страсти, удовольствия или милости, или гнева, этого, послушайте, что он говорит, этого никто не будет отрицать даже из маловнимательных к познанию истины сущего. То есть, это само собой разумеется. Вы думаете, разумеется? Ой, сколько вы ещё встретите, когда как это Бог только любовь? Бог наказывает, Бог мстит! Это святые отцы, что они понимают? Правда? Мы же лучше понимаем, чем они. У Кассиана Римлянина, ой, целые трактаты, в которых он прямо то же самое говорит. Ибо один Бог творит всё благое. Он обильно творит всякие блага на достойных и недостойных и так далее. Я просто не могу вам это зачитывать, потому что это времени очень много, а его, к сожалению, мало у нас. И более того, преподобник Кассиан Римлянин пишет, как этого всего бескрайнего святотатства нельзя буквально разуметь о том, с большой буквы, кто, с большой буквы, по свидетельству Писания же не видим, не описуем, везде сущ, так без богохульства нельзя приписывать ему, Богу, и возмущение, гневом, и яростью. Вы слышите? Златоуст Иоанн пишет, войди в церковь и покалься, ибо здесь найдёшь лекаря, а не судью. Какие интересные вещи! не судью, а врача, он пишет, ну, в старом переводе лекаря. Здесь не расследуют, здесь дают отпущение грехов. Опять святой Исаак Сирин, если хотите, пишет, Бог ничего не делает ради возмездия, но взирает на пользу, которая должна произойти от его действий. Что я хочу сказать? Мы затрагиваем один из очень серьёзных вопросов. Вопрос, в котором христианство действительно занимает совершенно другую позицию по отношению, я бы даже сказал, не просто там ветхозаветной религии и языческим религиям, а по отношению к нашему ветхому человеку. Мы боремся за справедливость. И так боремся, как, я помню, шутили в советское время, боролись за мир так, что не оставили камня на камне. Ну, ещё бы! Так можем мы за справедливость. Христианство вдруг заявило то, что совершенно неприемлемо нашему ветхому человеку. Не признаёт оно, что высшим достоинством человека, высшим качеством его является не справедливость, а любовь. Если мать начнёт и отец поступать по справедливости к своим детям, особенно маленькие дети, кто они такие? Маленькие дети, знаете, кто это такое? Диверсанты, это разбойники, это предатели, это всё громят и бьют, и колют всё. Ну-ка, что вы! Ну-ка, по справедливости! Да я не знаю, что с ними делать. Да и дальше то же самое продолжается. Если мы начнём по справедливости относиться друг к другу, то всё! На свете скоро останется два человека, из которых один убьёт другого. любовь – высший принцип бытия. Бог есть любовь, а не справедливость. Святые отцы говорят даже так, что если бы Бог поступал по любви, по отношению к нам, то мы бы, наверное, и минуты существовать бы не смогли. И минуты! Сами праведники кто такие? Почитайте предсмертный дневник Иоанна Кронштадтского, как он кается! Почитайте! Это очень полезно! Опять я разозлился на эту кухарку, которую не досолило! Опять я позавидовал этому богослову, который сказал проповедь, которая куда лучше моей! Опять и опять! Опять я съел вот того-то! Чего-то уж не помню, чуть ли не простокваш или чего-то, да! Это подчас вот такой простой! Откровенно пишутся в дневнике о всяких вещах! И каждый раз что-то говорит? И опять я обращаюсь к Богу моему! И опять я ощущаю пространство в душе своей! Пространство освобождения! Какая там праведность у нас! Только безумный человек может думать о какой-то праведности в себе! Именно безумный! И безумный! Только присмотрись к своей душе, что в ней творится, так сразу же увидишь, там у гадий их же несть числа! И если Бог поступал по отношению к нам по справедливости, то просто и никто и жить бы не мог на свете бы! Вот что оказывается! Это кажется на поверхности же! Вот если так подумаешь, да, верно! только любовью Божией существует человечество! Только! И если бы её не было, невозможно! Разве Каин был сразу наказан? Нет! Он испугался, потом жив и дал потомство! и до сих пор Каинитов сколько угодно! Да! Вот, друзья мои, это очень такое важное положение и серьёзное положение! Каква природа скорбей! Опять! Ну как, Бог наказал? У моего соседа сгорел дом? Ну, он, я знаю, какой! Негодяй! А я-то, слава тебе, Господи! У меня дом, всё нормально! Значит, я? Ну, конечно, я праведный! Ещё естественно! Ну что, вы слышите? Сама мысль о том, что Бог наказывает и награждает, неверна! Он есть любовь! Врач не наказывает, когда делает операцию, и не награждает, когда посылает на курорт человека больного! Вы слышите? Кажется, на курорт послал бесплатно! Ой, ура! Что ещё нужно? Ой, какая награда! Врач только засмеёт, скажет, глупые! У него же туберкулёз лёгких! Это единственное, что его спасёт! А этого режет! Раздели! Ещё ножом режет! Да ещё у него что-то там вырезает! Да выбрасывает! Хуже с какой! наказывает! Наказывает! Вот наш примитивизм! Вот наш примитивизм! Скорбь! Скорбь откуда? Говорят, не ходи по гвоздям! Не ходи! Ну, не ходи! Почему? Знаете, как пяточку так почешут очень хорошо! Острый гвоздик! Да? Ну что ж, ну почеши! Почеши! Ах, вопли дикие! Вот откуда скорби! Заповедь – это что такое? Это свойства, нормальные свойства человека, нормального человека! Если хотите, заповедь – это свойства самого даже Бога! Вот что такое заповедь! Свойства, нормальные! Вот нормальное тело! Что значит нормальное тело? Его нельзя помещать в 100-градусную температуру, в 100-градусный холод! Правда же? Почему? Это противоестественно! Заповедь указывает на эти нормальные свойства! А то, что называют грехом – это то, что вредит человеку только и всего! Вредит! И Бог предупреждает! Голубчик, не вреди себе, пожалуйста! Тебе плохо будет! Не вреди, нехорошо, не делай! Пей чистую воду! Бог наказывает пьяницы – да! Бог наказывает наркомана – да! Какая глупость! Апостол Иаковый пишет, Бог никого не искушает, не искушает, то есть не приносит ему зла! Каждый сам искушается влекомый чем Своей похотью! Неважно, к чему! Похоть многосторонняя, во все стороны! Вот природа скорбей! Любой грех – есть рана, которую наносит себе человек! А когда рана есть, то как, вы думаете, порезать себя, наступить вот на гвоздь и потом кричать, аж чего это такое? Да? Бог меня наказал! Ну, понимаете же! Вот какова природа скорбей! Не Божье наказание, а следствие нашей нерадивой жизни! Единственное только, что надо знать! Единственное, что это очень важно знать, что совсем здесь нет никакого автоматизма! То есть, вот подумал я дурно, и мне сразу по голове – бах! Ангел-хранитель там! Я взрохнул – ах, не буду, не буду больше думать! Этим нарушала бы свобода! Мы не знаем духовных законов внутренней жизни! И мы не знаем, как греховные деяния, которые совершаются в душе человека, как они, какое произведут действие на моё тело, на мою душу, на обстоятельства, в которых я живу, на людей, которые меня окружают! Вдруг ни с того ни с чего на меня человек вдруг разозлился! Ну, он виноват, конечно! Правда же? Я же ему ничего не делал! Слышите, какие мы умные! Ну, конечно, это он виноват! Не я! Справедливо? Справедливо! Я ему ничего не делал и не понимаю, что, оказывается, можно отравить, отравить атмосферу угарным газом! Каждый наш грек – это есть тот угарный газ, который мы создаём вокруг себя! И вот, оказывается, тот ближний, которому мы ничего даже худого не делали, и вдруг он на нас восстал, это что такое? Я его отравил, и он теперь мне давай! С точки зрения справедливости – непонятно, с точки зрения духовных законов – всё ясно! Вот так! Так что, видите, оказывается, сами скорби и сами страдания, которые окружают нашу жизнь, это есть закономерные следствия нарушения нами тех законов нашей природы, человеческой природы, богоданной, богозданной природы, о нарушении которой, о нарушении которой Бог предупреждает и говорит – голубчики, не делайте себе зла, не ходите по гвоздям, не пейте кислоту и так далее. Всё это вам принесёт страдания, не делайте это – умоляет Бог! Понимаете теперь, что такое заповеди? Умоляет Бог и показывает, где норма человеческой жизни. Отступаете от него, режете, колете себя. Ну что ж, жалко вас! Но я же предупреждаю! Вот такова природа отношений Бога к человеку. Итак, к чему я всё это, друзья мои, говорю-то? Я же уже сказал, к чему я говорю. Ну и теперь только повторяю. Делаю вывод. Делаю вывод простой. Поскольку ни в Ветхом Завете, в Иудействе, в Ветхозаветном Иудействе, ни в языческих религиях мы нигде не встречаем такого понимания Бога, именно такого твёрдого и окончательного, не какие-то там штришки под час, а твёрдого и окончательного учения о том, что Бог есть любовь. И если мы понимаем, что Иисус Христос родился где? В этой иудейской среде! Воспитан был в этой иудейской атмосфере жизни! Помните, даже удивлялись, откуда он знает Писание, не учившись? То есть, и Писание знал всё! И вдруг, вопреки всему этому, вдруг заявил, что Бог есть любовь, и показал это сам своим крестом, показал, что действительно Бог есть любовь. Возникает вопрос – откуда же это? Откуда это? Если даже ветхозаветной религии не было, уж язычестве и говорить нечего! Откуда это? Остаётся только одно реальное предположение, что это от Него, от самого Иисуса Христа, ни откуда-нибудь, а от Него самого это учение вышло! Но это учение настолько потрясающее, настолько необычное, настолько противоречащее нашему вот этому естественному, так сказать, пониманию жизни, что действительно, кто же этот Иисус, если Он возгласил, провозгласил такое учение? Правда вопрос? Правда! Ну что ж, пусть кто-нибудь ответит. Мы пока ставим вопрос. Но не только это, я хочу сказать. Ещё об одном. Ну ладно, ещё здесь, то есть не ладно, конечно, мы говорим о любви, о Боге как любви. Верно! Но христианство говорит ещё о другом, о чём уже вообще просто не только невозможно говорить, но даже и подумать. Христианство утверждает, что Бог есть не просто, не только любовь, или точнее указывает, какая любовь, Бог есть смирение. Вот здесь уже на добы всё человечество. как это Бог всемогущий, и Он есть идеал смирения? Да, христианство это утверждает под хохот, под гигиканье, под ярость, под осуждение всех кричащих, как это Бог есть смирение. Каким образом это христианство утверждает? Крестом Христа. Оказывается, та любовь, о которой проповедует Христос, о которой говорит христианство, это не просто какие-то чувства, эмоции. Вы подумайте, с чем сопряжена эта любовь? Она сопряжена с потрясающим смирением. Вы же помните, что сказал Петру Христос во время ареста? Или думаешь, что я не могу умолить Отца, чтобы Он представил мне двенадцать легионов ангелов? Это римская армия насчитывала. Двенадцать легионов, да? Ему кричат, если ты сын Божий, сойди с креста, и мы веруем в тебя, лукавые, озлобленные дьяволы. Крест является если хотите, орудием, символом, знаком, как хотите, величайшего смирения, которое показал Христос, и которое является одним из онтологических свойств Бога. Слышите? То есть сущностных свойств Бога. Этого вы не найдёте нигде. Вы не найдёте в истории, чтобы божество специально снизошло к людям для того, чтобы самой позорной смерти умереть. За кого? За тех, которые его предали на страшную казнь. Нет в истории таких явлений. Беспрецедентное явление. Вы знаете, впечатление такое, что достаточно только одного этого, я говорю, учения христианского о том, что Бог есть действительно величайшая любовь, абсолютная любовь, и о том, что это есть действительно абсолютное смирение, достаточно, чтобы сказать, такое учение на земле возникнуть никогда не могло. Никогда не могло. Оно прямо против нашего вот этого испорченного естества, нашего страстного вот этого естества. Так и хочется, что же Христос сошёл бы с креста и всыпал бы им. Вот мы все тут. Или 12 легионов ангелов. Представьте себе, окружили бы этих, этого первосвященника, этих бандитов, этих садистов и негодяев. Представьте, какое было бы торжество! Правда же? Все это человеческие, вот эти страстишки и страсти, которые преобладают над высочайшей истиной. Крест показал нам, если хотите, суть Бога. Он есть по истине любовь, по истине величайшее смирение. Вот так. Это то первое, в качестве первого такого, я бы сказал, вероучительного положения, на которое обращаю внимание в качестве, если хотите, аргументации того, что христианство действительно не человеческое изобретение, а божественное. Это одно положение. Ещё одно. Ещё одно. другое. Христианство вдруг заявило о Боге то, что с одной стороны очень интересно, с другой стороны непонятно, с третьей стороны, если есть таковая, противоречит каким-то элементарным, что ли, нормам логики. И четвёртый, если хотите, полный вообще абсурд. А именно, какой же? Ну, такую вещь заявить, что Бог один, но троичен в лицах. Что это такое? Трёхликий Бог, да? Что это такое? Ну, в Евангелии мы находим действительно это. Действительно странная вещь. Во время крещения, пожалуйста, вам, троическое явилось поклонение. Сам Христос пришёл, глаз Отца с неба, Дух Святой в виде голубя. И дальше мы это видим. многократное подтверждение того, того странного учения о Боге, которого прецедентов в истории не было. Оказывается, есть какой-то Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Дух Святой. Причём, как дальше это было названо? Троица единосущная, это действительно единая сущность, а не какая-нибудь. И в то же время три ипостасные ли? И в котором выражено три, если хотите, лица. Вообще, это, скажу вам, совершенно непонятно, что это такое. Но Евангелие предлагает нам факт. Понятно или непонятно, это вопрос другой. В области науки, если возьмите физику элементарных частиц, то там на каждом шагу вы встретитесь с явлениями, которые непонятны. Фейнман – это одна из первых звёзд в области этой науки, своим студентам прямо говорил, и не вздумайте задавать природе вопросы, а почему так, а как это понять? И не вздумайте. Нет, она вам всё равно не ответит. Вы просто полюбуйтесь. Какая восхитительная особа, именуемая природой! Так вот и здесь, когда мы говорим, а как это понять, и что это понять, как это один Бог, один или не один, или три Бога. И вы знаете, когда Евангелие начало проповедоваться, вы знаете, в какие штыки это было принято? Одни утверждали три Бога, другие говорили, три разных образа одного и того же Бога, или три периода разного явления одного и того же Бога, или-или. Третьего не дано, tercium non datum. Христианство упорно, вы представляете? Это с поразительной настойчивость отвергало все вот эти различные вещи и трёхобразность Бога, и трёх Богов, и так далее. Утверждает троица и всё, и больше ничего. Бог один – один, три – три. Абсурд! Недаром Тертулиану приписывают знаменитое высказывание, которое, говорят, его в сочинениях нет, но, видимо, это как некое выражение его мысли. Credo quia absurdum est. Я верю! Потому что абсурд, то есть, понять невозможно, приходит только верить. Вы помните с прошлого семестра, когда я вам приводил интересные высказания об электроне? Электрон как? Движется? Нет. Ах, стоит на месте? Нет. Так меняет место? Нет. Так неподвижен? Нет. Так как же? Ай, как? Не знаю, как. Причём, это говорят-то что? Говорят, факт таков, мы не можем сказать, как. Ни то, ни другое, ни третье. А как же тогда? Не знаем, как. Но всё эти три, все эти варианты, они не подходят. Неправильно будет описание. Вот тебе и на. Да что же такое? Так это частица в конце готова? Нет. Ах, волна? Нет. Вы что, дурака валяете, да? Это область чего? Материального мира чуть-чуть в глубину проникли и тут же рот раскрыли от изумления. И ничего не можем сказать. Как же это понять? То придумали какие-то кварки, то уже теперь какие-то струны. Чего только нет! Я однажды в Дубне так и сказал, слушайте, хватит нам морочить голову. Да. Что вы нам всякие это набросали? Кто это видел? Никто не видел. Вот. И вы тут сочиняете нам сказки. Долой! Долой физиков! На свалку! Ну, все поняли мою шутку. Я это сказал в ответ на то, что говорят, вот у вас, у вас есть та вещь, которую, вот вы знаете, трудно понять. Я говорю, вы в этой... в грязи не можете разобраться, а вы хотите в духовных вещах это всё понять. Мы констатируем факт. Факт. Христианство учит о Троице. Да, это факт. Понятно? Нет, непонятно. Ах, так это списало откуда-то? Откуда? Вот Троиц полно было в языческом мире. Какие? Ну, как какие? Он, она и оно. Бог, богиня и божонок сплошь и рядом. Семейные триады. Сколько вам надо? Юпитер, Юнона и... Минерва, да. Ну, не стерва, а Минерва. Не перепутайте только. Эти семейные триады... Так мы говорим, простите, ну, при чём тут он, она и оно? У нас-то на втором-то месте не она, а сын. А на третьем-то месте никакого божонка нет. Она прям совсем Дух Святой, вообще ничего-то непонятного и небывалого, и неслыханного. Совсем другое учение-то. Да. Верно. Совсем другое. Совсем другое. Но которое христианство с поразительной настойчивостью отстаивало и отстаивает. Всякие отклонения от этого анафематствуют на соборах, в святоотеческих творениях, всюду. Ну, а как нам понять, хоть скажите, о чём вы учите хотя бы? Что это такое? Хоть немножко представление-то можно? Ну, отвечают наши, говорят, ну, можно, можно, ну, примерно так можно, я вам скажу, как слепому объяснить, что такое красный, зелёный, оранжевый, фиолетовый и так далее. Да, ну как? Слепому. Вот нажимайте клавишу. До – это красный. Ре – это зелёный. Ми – это фиолетовый. И теперь слепой, то есть, да, всё теперь знает цвета. Поняли? Нажали? Дура ми, фасоль неси. О, он всё понял! Всё понял, что такое... Нет, не дура, извините. До – ре – ми. А то ещё перепутаете и скажете, не взначай где-нибудь. Вам достанется на орехи, особенно в регионской школе. Слепой понял цвета? Правда? Всё ясно. Всё ясно, да? Зрячий смотрит и говорит, голубчик, как ты понял, букет, хорошо, да? Всё ты понял. Ничего не понял. Так и здесь. Попытки объяснить Троицу есть, но они именно сопряжены вот с таким предупреждением. И для всё-таки желающих, ну, как же всё-таки понять? Ответ приблизительно такой, что ли. Ну, вы знаете, человек назван образом Божиим. Хотя, кажется, всё творение является отображением Божества, но человек прежде всего. И вот как в человеке есть ум, это образ Отца. Ум не может быть без мысли или слова. Ну, слово – это выраженная мысль. По-гречески слово или мысль – это логос. Ум, свойство ума – рождать логос. И этот ум сопряжён с чем? С определённым духовным состоянием. Может быть, злой ум, может быть, добрый ум, не правда ли? Может быть, злое слово, может быть, доброе слово. Помимо ума и слова есть дух. Это содержание, если хотите, их. Дух есть всюду. Дух книги. Некоторую книгу возьмёшь и выбросишь. За другую книгу держаться будешь. Дух эпохи, дух нации. Что вы? Дух – это реальность. Так вот, как в человеке есть ум, есть слово и есть дух человека, именно человека этого. Вы, наверное, встречали, да, умный человек прекрасно говорит, но дух – избавь Божие. Такая гордыня или ещё что-нибудь такое, да избавит Бог. А может, человек, напротив, дух прекрасный, с которым легко себя чувствуешь, ощущаешь гармонию в общении с ним, и так далее. Дух – это реальность. Ну вот, некий образ или способность понять, что такое Бог. Один, но троечен в лицах. Личность – одна. Я – один. И смотрите как! Ведь как моё слово может отличаться, кстати, это у нас, у грешных, от моего ума, как мы можем лукавить, например. Но как дух-то наш, как он всегда присутствует, личность одна, один человек, так же, как один, кажется, он. Но в нём что есть? Ум, слово, логос и мысль, дух. и дух. И дух. Вот так. Это я просто привожу вам эти примеры в качестве такой иллюстрации. Я уже сказал вам, что делаются попытки объяснить происхождение христианского учения Троицы из каких-то древних примеров. Ну, самое элементарное, я вам сказал, это триады семейные, но тут уже явная чепуха, я уже вам сказал. Сын, Бог-отец, Бог-сын, а не богиня-мать, Бог-дух святой, а не божонок. Вот. Всё ясно, ничего общего нет. Ничего просто общего нет. Если взять иногда ссылки на другую, это известную индуистскую Тримурти, то, скажу вам так, можно было бы этот вопрос даже не обсуждать. По той простой причине, что учение о Тримурти появилось где-то примерно в середине первого тысячелетия нашей эры. Поэтому никак не могло христианству оттуда взять ничего. Напротив, историки и религии утверждают, что христианство своим учением о Троице очень повлияло на индуистское мышление. И поэтому это Тримурти, это Брахма, это Вишну, это Шива, это совсем другое явление. Брахма – творец. Брахму, если хотите, ну, да, это первое, изначальное, так сказать, божество, как бы так. Вишну – устроитель, Шива – разрушитель, потому что по индуистскому учению мир существует в виде таких периодов или кальп, несколько миллиардов лет существует, и потом он разрушается, и потом вновь воссоздаётся. Так вот, Вишну – это созидающее божество, Шива – разрушающее божество. Говорят, сейчас уже брахманизма уже фактически не осталось. Нет культа уже Брахмы как такового, а вот Шиваизм и Вишнуизм – да, эти явления, эти божества всюду присутствуют. Но посмотрите, что с ними связано-то. Если брахмы мы берём как источник и как созидатель, если хотите, отварного мира, это своя функция. У Вишну совсем другая функция. Какая? Охранительная. Ах, да, извините, я не так вам сказал. Вишна – это охранитель, охранитель, который поддерживает это сотворённое брахмой бытие вот в нормальном состоянии. Видите, это его функция. Шива – вообще разрушитель. В христианстве ничего подобного нет. Ничего подобного. Василий Великий очень хорошо сказал, говоря о Боге, у Него едино-тройственная благодать. Слышите? Единый дух, единый, если хотите, ум, всё единое, единая воля. Нет разных там каких-то разных хотений и разных мыслей. Всё едино. Почему всё едино? Как это может быть? А может ли такое быть? Там, где сущностью является любовь, там, конечно, единство. И другого быть не может. Даже в нашем человеческом-то мире и то там, где действительно любовь, там видим полное единство во всём. Уж тем более божество – этот идеал. Индуистская Тримуртия, как видите, ничего общего не имеет с христианской троицей, кроме цифры 3. К тому же, у этих верховных божеств у всех есть свои богини, свои божата, причём по множеству всяких перевоплощений и так далее. Да. Ну, и ещё иногда указывают на триединую сущность «дао». Но вы знаете, здесь просто на всякий случай имейте в виду в даосизме, что является троицей. Просто надо знать. Земля, человек, небо. Понятно? я не касаюсь множества самых разветвлённых точек зрения, но это некий пантеизм. Но троица – это какая? Земля, человек, небо. Ну, слушайте, таких трёх можно добрать сколько угодно. Весь вопрос только в том, при чём тут христианство. Христианство не отрицает, что есть и человек, и земля, и небо. При чём тут Бог-отец, Бог-сын, Бог-дух святой? Да. Ну, и ещё есть одно правдное, это уже в гностицизме, в гностицизме это, я бы сказал, трёхступенчатые эманации в неоплатонизме. Но это, я вам скажу, уже христианская эпоха. И эти гностические системы, они были уже построены сознанием христианского учения о Троице, уже слышали звон, но только не поняли, откуда он. Ну, суть этого неоплатонического представления тройственного заключается в чём? Они отказывали даже говорить Бог, отказывали там говорить Отец и так далее. Они говорили, что мы ничего не можем сказать. Это были абсолютные апофатики. Вам понятно, надеюсь, что такое. Неоплатонизм – это абсолютно неапофатическое учение. Так вот, они говорили, есть единое. Вот оно начало. n по-гречески. Единое. Вот. Оно – это единое эманирует, то есть из него проистекает из этого единого нус или ум. Ум. Это уже более низкая ступень по сравнению с единым. и дальше. И дальше из этого нус разума проистекает третья ступень – мировая душа, в котором содержатся логосы всего существующего. Это третья ступень. Повторяю, во-первых, это появилось уже в христианскую эпоху, и христианство никак не могло заимствовать оттуда. Произошло наоборот. Во-вторых, как вы видите, подобие настолько далёкое, если не сказать, что никакого, когда речь идёт о каком-то едином, каком-то затем разуме и каком-то мировой душе. Кстати, христианство на Пятом Вселенском Соборе даже отвергло идею мировой души, которая будто бы существует, существует как некое ипостасное что-то такое. Может быть, стоит сказать, что в гностических системах Дух Святой – это третья ипостась, которая называется и там она отождествляется Софией премудростью. Премудростью. Вообще, я вам скажу, в гностических системах там, если человек начнёт это читать, то ему надо будет подготовить свою мозгу к очень усиленной работе. Там как лабиринт. Очень там многие, например, прокло о началах попробуйте почитать. Правда, потрясающее в смысле логики произведение, но дело в том, там это философское учение, которое попыталось как-то осмыслить, осмыслить природу бытия и противопоставить это всё-таки христианскому учению о Троице. Всюду делаются попытки исправить христианство. Никакой Троицы. А вот нечто было единое начало. Вот и всё. Которое эманирует последовательно и производит из себя разум и затем мировую душу. В мировой душе сосредоточены все логосы, то есть души, которые потом, согрешая, посылаются в соответствующие тела. Я думаю, что об этом достаточно. Я на что хочу обратить внимание ваше? Что вот эта идея понимания Бога как в Троице единого, как единосущного, в котором единый ум, единый, если хотите, духовное содержание? Или, как говорит Василий Великий, единотройственная благодать. Нет отдельной благодати у Отца, Сына или Святого Духа. Нет едины. Вот такого единого учения в истории дохристианской мы нигде не находим. Иисус Христос нигде не мог взять. И вдруг это, видимо, это вторая истина, которая возвещается им. Им, им, кем им. Не забывайте, исторически кто он? Рождённый в Иудее, Иудей, и вдруг такие вещи. Для иудаизма полная ересь, для язычника это предмет, знаете ли, предмет такой игры, интеллектуальной игры. Нельзя ли тут ещё что-нибудь такое сделать? Действительно, просто поражаешься, откуда такая идея? И невольно опять задаёшься тем же вопросом, а откуда же это взял этот Иисус Христос? И, кстати, он себя называл Сыном Божьим. И верно, такую идею ещё никто в человечестве, никакие премудрые Соломоны и никакие высочайшие Платоны, Сократы, Аристотели никогда не высказывали. Удивительная истина! Стоит задуматься, что такое христианство, которое содержит подобное учение. Субтитры создавал DimaTorzok